Здорово, когда рядом с тобой живет на все руки мастер, но, как ни странно, портрет идеального соседа выглядит иначе. Социологи выяснили, что большинство россиян предпочитают, чтобы за стенкой проживал одинокий старик, ну или мать-одиночка. Похоже, такое желание можно объяснить только так. Люди хотят тишины и спокойствия. Никто не хочет жить рядом с шумными товарищами, но соседи не выбирают, что делать, если вам не повезло. Обсудим с Владимиром Васильевым, исполнителем-директором Ассоциации управляющих компаний. Владимир Владимирович, здравствуйте. Расскажите, часто ли соседи конфликтуют? Ну, знаете, я бы, наверное, термин «соседи» уже выкинул вообще из-за оборота, да, потому что для меня соседи – это люди, которые раньше жили в такой большой коммунной, там, многоквартирном доме, да, ну, в советское еще время, когда мы друг друга знали. Сейчас нас, к сожалению, друг друга не знают, и вообще даже с соседями по лестной площадке не встречаются, как правило, многие годы. Ну, вообще, основная, конечно, часть конфликтов там происходит все-таки из-за нарушений тишины. У нас, к сожалению, многоквартирные дома, они звукопроницаемы очень, то есть любой шорох в соседней квартире, особенно в ночное время, это слышно и видно и так далее. Ну, это действительно доставляет очень большой дискомфорт, но что в таком случае делать? Расскажите, какую-то инструкцию. Обычная ошибка у нас жителей какая, да, если, например, сосед постоянно шумит в неположное время и прочее, они бегут сразу у нас к управляющей компании, либо там ТСЖ свои, начинают жаловаться тем, у кого нет полномочий, как-то воздействовать на этого соседа. Потому что, ну, это все-таки полномочия, так скажем, регионального уровня, да, и федералами оно... То есть бежать не к вам, если вдруг шумят соседи? Нет, да, это абсолютная ошибка, потому что, ну, во-первых, давайте разберем ситуацию, да, вот сосед шумит. Вы пока на следующий день идете в управляющую компанию, я прихожу, как управляющая компания, к соседу, да, начинаю с ним разговаривать, он говорит, да я не шумел. Вот как это подтвердить и доказать, что ты шумел? Что вы делаете? Вам нужно зафиксировать это нарушение, потому что потом-то оно пропадет, даже если вы органы внутренних дел вызовете, да, как положено у нас по закону. То есть вы в этом случае нужно либо записать, что этот шум, да, потому что, ну, у каждого сейчас гаджет, который пишет, и будет слышно громкий этот шум или нет, да, и вообще, что это за шум? Можно пригласить соседа, который, если вы его знаете, можно пригласить, чтобы он тоже подтвердил, что человек там сверху, снизу, сбоку, он шумел именно так. И вот потом уже вызывать, ну, или там одномоментно с этим, да, с фиксацией, вызывать нужно на все-таки органы внутренних дел, потому что право на составление протокола, у нас обладают только сейчас, в настоящее время, органы полиции. А вообще, вы знаете, чем грозит людям о нарушении закона о тишине? Ну, у нас в Тюменской области, наконец-то, в общем-то, ну, так же, как и по всей России, провели все-таки градацию шумов, да. Значит, у нас для граждан, у нас максимальная планка – это 5 тысяч рублей, но это 5 тысяч рублей – это за строительные работы. За шум, например, сдаваем магнитофоном, телевизором, там, бытовыми приборами какими-то. У нас на первый раз у нас следует предупреждение, ну, там идет, вернее, как, предупреждение или штраф от одной до двух тысяч рублей. А если, к примеру, я сама создаю шум, и, к примеру, я не хочу никаких конфликтов, что мне в таком случае делать? Как, не знаю, подстраховаться, договориться? Ну, знаете, ну, вот мы же понимаем, да, опять-таки, вот все-таки, к теме соседей, да, возвращаться нужно. Ну, если, например, у вас там свадьба, там, или юбилей какой-то, вы какой-то день пошумите, Ну, пройдите вечером по соседям предварительно, скажите, ребят, ну, у меня вот юбилей, да, вот те слова, мы немножко пошумим. Я думаю, 100% эти соседи все-таки к вам. Мало того, что они и в ваше положение войдут, ну, и впоследствии они будут вас все-таки хорошим соседом считать. Вы говорили, что термин «соседи уходят», а какой сейчас есть? Да, сейчас пока только собственники жилых помещений. Серьезно? Да. Вы скучаете по вот этому, по соседям? Ну, очень, потому что вот я жил, когда был еще, так скажем, в советское время, да, когда не было собственников. Вот, мы, у нас, мы друг друга весь двор знали, знаете, не то, что подъезд, подъезды вообще как родные были. А что для этого нужно сделать, чтобы люди перестали быть собственниками жилых площадей и стали снова соседями? Больше общаться. Абсолютно согласна с вами. Спасибо вам большое, всего доброго. Пожалуйста. До свидания.